Ссылки, материалы и так далее, все будет. То есть не обязательно вот это все фотографировать. Главное, чтобы интернет, компьютер и желание. Типичный список, допустим, из пяти элементов. Пишем ли, точнее, ну там, допустим, тэг-пул, который входит, такой же закрывающий. И вот мы пишем кучу-кучу тэгов. Просто банально это какая-то рутина. А какие инструменты, как элемент, позволяют записать это в такой короткой нотации. То есть, допустим, элемент из пяти списков, ой, список из пяти элементов можно было бы записать в виде вот такой магнической формулы. И нажать там. Дальше за нас все сделаем, скажем так, наша среда разработки. Все это развернет. И выведет нам вот такой список уже готовый. Нам останется вот только закон. То, в чем вообще HTML пишет. Давайте начнем с этого. Среда разработки. У кого какая? Это GRIPS. Это GRIPS. Это GRIPS. WF. А блин. Sublime. Вот это наш выбор. Ну, вообще, я бы рекомендовал посмотреть на такую продукцию, как Sublime Text. В идеале, конечно, такие профессиональные штуки, как PHP Storm, как Storm. Но они просят оплату на лицензию. Соответственно, аналог, хороший аналог, это Sublime Text. Также будем говорить про оптимизацию оплаты на тех же смартфонов. То есть, по-хорошему, когда мы будем разрабатывать приложение, какое-то веб-приложение для телефона, в идеале нам надо как-то его отлаживать и вообще иметь доступ к телефону. То есть, одно дело в браузере, другое дело на реальном устройстве. Сейчас уже все для этого есть, нужно только брать и пользоваться. Если это iPhone, то по-хорошему достаточно уметь Safari браузер. Ну, конечно, в идеале на Mac OSI. Подключаем телефон через USB кабель к компьютеру. У нас в Safari есть оплаточный консель, который позволяет делать оплатку именно на смартфоне. Android, соответственно, также. Любой компьютер. Здесь браузер Google Pro. Подключаем Android-устройство. Также можно пользоваться DevTools, который устроен в Project Chrome и делать оплату. Плюс в том же DevTools очень много инструментов, позволяющих производить оптимизацию. Так как у нас сейчас такой период, когда логика начинает с бекенда переходить на фронтенд, фронтенд порой просто начинает быть перегружен. Этой логики становится много. И, как бы, если бекенд – это просто вычисление, то фронтенд – это еще и визуализация. Нам надо показывать в браузере результат того, что мы начисляли и сделали. Порой это доходит до того, что интерфейс начинает промазить, вешать браузер и жрать кучу памятников. Поэтому за этим тоже надо следить. Нужно учитывать много нюансов и вообще разбираться, почему так происходит. Ну и поговорим и рассмотрим несколько фреймворков. Естественно, возьмем то, что у всех распространено. Джеквари знают люди. Некоторые ругают, некоторые хвалят. Но сейчас это практически стандартный факт. Можно встретить на 90% сайта. Мне кажется, во всем мире. Но скажу ровно это. Собственно, цель семинара. Зачем вообще он нужен? Первое – это объяснить, что такое HTML5. То есть то, что это не просто язык разметки версии 5. Как я уже говорил, это не так. Это на самом деле намного лучше и больше. Это всего лишь похожее название новой технологии. И, по-хорошему, это не просто продолжение уже существующего языка. Поговорим, причем детально, про то, почему Джерас Крид такой, как он себя ведет в разных браузерах. И я вам даже расскажу вещи, о которых вы, в принципе, не прочитаете пока еще ни в одной книге. Банально просто либо про них выпишут, либо это надо все раскапывать. Как правило, на многоязычных сайтах там очень много есть нюансов. И мы будем рассматривать JavaScript не просто как поверхностный язык, на котором что-то можно написать. Знаете, как и в большинстве сейчас курсов есть. Введение JavaScript для начинающих и прочее. Вот это вообще про другое. То есть мы будем разбираться вообще, почему интерпретатор ведет себя так или иначе. Почему, как он работает с памятью и почему в какой-то момент происходят те или иные вещи. А самое главное, как это работает в разных браузерах. Я думаю, вы сможете для себя очень много нового открыть. Даже те, кто уже с этим работал. Ну да, цель семинара — объяснить принципы современной веб-разработки. Потому что сейчас веб-разработка не подразумевает создание только сайтов. Это намного шире, глубже. То есть мы по привычке называем веб-разработкой только потому, что мы используем привычные стек технологии HTML и JavaScript. Но реально мы можем разрабатывать, во-первых, уже мобильные приложения. Причем их как минимум проще прототипировать. Если вы пишете на C++, на Python, неважно на чем, вместо того, как перед тем, как ввязываться в большую дорогостоящую разработку, допустим, вы хотите сделать приложение для своей компании, вам надо будет писать на Яве приложение для Android, на Objective-C или Swift, который только что Apple анонсировал, можно сказать, этой осенью. Плюс еще есть Windows Phone и куча всего остального. Соответственно, это либо разные компании-разработчики, либо вы сами, если делаете, вы молодец и знаете и Яву, и C++. Но прежде чем сделать приложение, его можно прототипировать. И все, кстати, знают, что первая версия клиента Facebook, которая была сделана под iPhone и Android, она была написана на HTML5 и JavaScript. Причем пользователи даже о таком не догадывались, потому что это было полноценное приложение, его можно было строить из-за CallStore. И как бы никто не мог сказать, мотивное оно или нет. Сейчас они уже переписали, потому что много разных фишек туда прикрутили, плюс есть вещи, которые просто, ну, тяжело делать. То есть, кто не в курсе, они купили Инстаграм. Соответственно, чтобы какие-то вещи работали, что на интернете JavaScript уже недостаточно. Опытались они в тесной интеграции, просто в операционной системе. Ну, и да, одна из целей семинара — дать вам просто практические знания. То есть это не просто теория, что вот есть HTML, есть JavaScript. В идеале хотелось бы, чтобы вы понимали, во-первых, как работают современные приложения и могли что-то сделать для себя. Возможно, вам даже просто это нужно будет для учебы, потому что, в принципе, с тем покажем знаний, которые у вас должны насесть в результате, вы сможете делать интересные разные вещи, даже писать игру, если вам вдруг спушено. Ну, и да, одна из целей семинаров помочь вам написать веб-приложение. В идеале к концу чтения, то есть это к декабрю, у каждого у вас должно быть свое веб-приложение. Оно может работать либо на PC, либо под смартфон. Вы сами выбираете, что вы хотите делать. Мы можем поступить следующим образом. Те, у кого есть фантазия и креатив, и тот знает, что хочет от жизни, он будет делать то, что хочет. Я вам буду в этом помогать. Тот, кто хочет просто получить зачет, потому что надо, тогда будет типовое техническое задание, его просто надо будет реализовать. Выбор будет за вами, что делать и как. Вы тоже будете решать сами. Я вам покажу, дам даже идеи для приложений, которые можно будет сделать с учетом того, что мы будем изучать. Ну, а дальше будете решать сами, что хотите. Возможно, что-то предложите крутое и замечательное. Да, еще есть цель преподавателя. То есть по хорошему семинару для вас. Зачем я вообще сюда пришел и что мне нужно? В первую очередь я хочу объяснить, кто такой фронтендер. Сейчас очень много на различных сайтах работных. Есть вакансии фронтендер. Это очень популярно. Крупные компании Яндекс, Муру, мы же тоже тут уру, Мамбы и прочие ищут много фронтендеров. Зачем они вообще нужны? И главное объяснить, что фронтендер — это не верстающий. Ну да, также цель моя — ответить на ваши вопросы в рамках темы, которые у вас появятся. И помочь вам стать веб-разработчиком, если кто-то захочет. У нас всегда есть вакансии, у меня есть хорошая команда фронтендеров. В принципе, если у кого-то появится желание, мы всегда будем рады принять нашу семью. Ну да. И как результат — пригласить в работу классового, если захотите. Следующий вопрос, который в принципе возникает — кто я? И почему вообще я должен вам что-то рассказывать? И почему мне надо верить? Ну, во-первых, еще раз напомню для тех, кто меня не запомнил, и для тех, кто только пришел. Кстати, листок где-то в зале. Убираю. И для новых игрушек. Я руководитель отдела фронтенд-направления в компании Tuturu. У меня есть команда, я отвечаю за весь фронтенд с сайта Tuturu и всех проектов, подразделов и так далее. Но этого недостаточно. Во-вторых, я занимаюсь разработкой на протяжении 15 лет. Начинал я с Subject Pascal, наверное, как и многие. Это, в принципе, небольшое портфолио компаний, с которыми я работал, на котором я что-то делал, как в любой сайт. Хотя уже говорил, сейчас я работаю в Tuturu, и много чего там делаю. Но до этого я успел поработать с компанией BeLight. Для них я делал первую версию, скажем так, адаптивную, первую версию сайта.